Здравствуй, дорогой друг! Сегодня тема, которую очень давно хотел поднять. Абсолютно жуткая история про то, как человека смешали с грязью при полном попустительстве следственных органов. Вот представьте, вы работаете тренером в фитнес-центре. Представили? И к вам приходят люди заниматься. У вас есть журнал учета, который вы должны заполнять как ответственный человек. И Алексей, его зовут именно Алексей, это первая история, только начало, мне уже известно его имя и вам будет известно к концу ролика, сидел на диванчике и заполнял этот журнал. А еще в этом здании была школа юных моделей, куда вот эта девочка, семилетняя, пришла в первый раз. Побыла чуть-чуть на занятиях и ушла. Но до этого сидела на диванчике, именно рядом с тренером. Это очень важно. Сидела и откровенно скучала. Только посмотрите на то, как скучает эта девочка. Спасибо Е1 за полную версию материала. Я все ссылочки оставлю. Кто не верит, кто считает, что этот мужик может быть как-то связан с подобным преступлением. Ну вот он сидит, заполняет свой журнал. И к нему подходит девочка, видите, да? На 4,47. Садится, смотрит на него, привлекает внимание, как ей и сказала мама. Если можно, конечно, назвать такую женщину-матерью. Сидят дальше, он работает, заполняет, посматривает в телефон. Кстати, один из аргументов следователей, что он мастурбировал в присутствии этой 7-летней девочки на нее, было то, что он раздвинул ноги. Сидел мужик с раздвинутыми ногами, прикрываясь журналом и мастурбировал. Вот как следователи доказывают педофилию у нас в стране. Девочка прямо на него поглядывает. Поглядывает. Не просто так сидит, скучает. А именно поглядывает. Первый раз, напомню, она пришла в эту школу моделей со своей матерью. Первый и последний раз они были в этом здании. Ну, то есть, очевидно, подстава сознательная. Вот он, наверное, помахивает журналом. Это он тоже связан с мастурбацией. Да, да, да. Это все следователи так рассуждают. Это не я брежу. Помахивал, а потом внезапно чистой рукой пожал кому-то лапу. Да, ну вот это... Шерлоки Холмсы, которые увидели в этих кадрах педофилию, здесь неспроста. Я не знаю, почти 12 тысяч лайков на пикабу, потому что, ну, люди не понимают, как такое может быть, как могут человека осудить за педофилию, если он просто сидел, работал. Я говорю, никаких намеков. Я специально вам показываю краткую выжимку всех 22 минут. Их сидение на диване. Ну и самый смак. Он встает и берет телефон, смотрите как. Следователи утверждают, что он так взял телефон, потому что зажимал в руке сперму. Я подозреваю, что на этот ролик влепят 18+. Но, ребята, я вас умоляю, распространите эти материалы, потому что Алексей не должен страдать из-за того, что... А вот почему чуть попозже? Сохраню интригу, сохраню. Ну вот здесь и пишут. Раз Андрей сидел с раздвинутыми ногами, то это свидетельствует о том, что он мастурбировал при ребенке. Конечно же. Да, и двумя пальцами берет мобильный телефон, потому что зажимает в руке сперму. А еще нашли следы жидкости предстательной железы на трусах. Последующие анализы показали, что ни сперматозоидов там нет. То есть просто смазочная жидкость, которая у мужиков просто так может выделяться в трусы. Ну просто так, так мы устроены. У женщин тоже выделения бывают. Просто так, в трусы. Без каких-то желаний. И, конечно, неравнодушные бодибилдеры Екатеринбурга заступились за Алексея, потому что он не абы кто, он известный и уважаемый фитнес-тренер в городе. Попросили, чтобы Ройзман обратился напрямую к Бастрыкину. Это 17-й год! Я забыл сказать самое главное. Событие произошло 18 ноября 17-го года и длится до сих пор. Правда, человеку уже приговорили и обжаловать только остается. Но, как вы видите, никаких доказательств, кроме этой видеозаписи, нет. Доказательства появятся чуть попозже. И вы просто охренеете от того, какого уровня эти доказательства. В общем, понятно, что ни Бастрыкин, ни Чайка делу на контроль не взяли, потому что при маломальском желании рассыпается в пух и прах. Это чушь. Нет никакого намека на мастурбацию при ребенке. И поскольку темы с педофилией, с насилованием крайне щепетильные, в случае возбуждения такой темы и уголовного дела закрыть будет невероятно сложно, невозможно практически, я сейчас имею, конечно, в виду Россию, только в нашей правовой системе, вернее, бесправной системе, такое вероятно, он здесь рассказывает, что если вмазали в подобную историю, то невозможно отвертеться, потому что язык и фантазия маленьких девочек безграничны. Я бы не стал все сваливать на маленькую девочку, потому что ей это сказала сделать мать, которая это сказала сделать отчим. Подбираемся все ближе и ближе к сути происходящего. Женатый 9 лет человек, у которого ребенку было 7 на момент этой истории, а сейчас уже 8. Представляете, кем надо быть, чтобы сломать жизнь подобному мужику? Ну, сломали, нашлись, и мы перебираемся к самой сути, к конкуренции двух фитнес-центров. Речь про «Я фитнес», в котором работал Алексей. Вот мы видим его настоящее имя, рассказывают, что он делал на этом диване. Я даже не знаю смысл оправдываться. Сидел на диване с журналом, с книгой, все что угодно, он может отдыхать после рабочего момента. Но это все не важно. Разобраться в каком-то инциденте. Попросили, муж подъехал, в это время в фитнес-центре были мать девочки и ее сожитель. Запомните, сожитель. Отчим девочки. Все стали свидетелями, как этот сожитель употреблял нефинозурную лексику, кричал, что всем башку оторвет, угрожал моему супругу и одному из директоров клуба. То есть, сразу нашел виновного, мгновенно, без следствия. Угу. Василий Дьяконов это был. Владелец фитнес-клуба Future Fitness на улице 8 марта. Свердловская область, Екатеринбург. И не надо думать, что этот Василий Дьяконов там и остался в Екатеринбурге, сломав жизнь сотрудника конкурентов. Нет, ничего подобного. Все дело в том, что он открывает свои сети по всей стране, но об этом позже, потому что это реальная возможность отомстить за Алексея, за переломанную жизнь человека. Свидетели не были опрошены в ближайшее время после события, только через три месяца. Вы видели, что и люди там ходили, и руку ему жали, ну и вообще это проходной двор, в котором, даже если представить самое жуткое, что он и правда занимался подобным, ну, остаться незамеченным невозможно. Характерно, что руководство фитнес-клуба не уволило Алексея, потому что понимает, его оговорили, оговорили конкуренты. Я сейчас безумно расстроен, что не могу найти, его как будто удалили, в видео, когда мать с этой девочкой с заблёренными лицами сидят и говорят, ну, как говорят, мать говорит, а девочка повторяет, что дядя показывал пищу. То есть девочка не сама говорит. Девочке просто мать каждую фразу толдычит полутихим голосом, девочка повторяет точно так же. Я безумно расстроен, что сейчас не могу найти это видео. Надеюсь, оно всплывёт ещё, перезалив будет. Ну и сейчас к самой сути происходящего. Что же это за конкурент такой? Василий Дьяконов, который припёрся туда и начал орать на мужа, создавать какие-то подробности. Ну, то есть на скелет, который не существует, потому что не было преступления, накидывать мясо. Потому что с такими делами истерика, скандал неотрывно ходят. По телефону клуба Future Fitness ответила женщина, которая заявила, что центр не работает, с прошлого года он находится на реконструкции. Контакты Дьяконово она подсказать отказалась. Ну что ж, я тогда сам поискал и легко нашёл. На сайт давайте зайдём, насладимся. Ничего не закрыто. Вообще ничего не закрыто. Связаться с нами. Да, я хочу с вами связаться. Менеджер по развитию России. Ммм, представительство. Но куда интереснее группа ВКонтакте. Future Fitness и МС. Это костюмчики, которые они делают и продают. Посадив человека за педофилию. Ай, молодцы, какие хорошие. Вы мои умнички. Чтобы похвастаться сочной формой к лету, тренироваться начинать нужно уже прямо сейчас. А чтобы похвастаться посаженным за педофилию конкурентом, надо привести туда свою шмару с её ребёнком, посадить ребёнка на диван и потом сказать ребёнку, что дядя показывал писю. И ребёнок повторит. Вот, вот эта вот женщина, которая работает на Дьяконово, я хочу к тебе обратиться. И ко всем прочим, ваш шеф подвёл человека под статью о педофилии. Под преступление, которым он не занимался. Это не какая-то болтовня, что он любит детишек целовать в животы. Нет, это уголовная статья. Здесь уже дальше падать некуда. Ну и как видите, контакты... Не видите, я закрыл своих башкой. Василий Дьяконов. Никогда не сдавайся. Заходил вчера, 18.11. Василий, твоя жизнь станет куда совершеннее с этого дня. Только посмотрите на это одухтворённое лицо. Вот он тоже со своим ребёночком. У него не только от шмары ребёнок. Ну вот он сидит тут, мороженое. Мои хорошие. За здоровый образ жизни! А вот кто это, мне неизвестно. Но, очевидно, очередной тренер. Вчера были убедительны. Теперь в Москве пять студий. Future Fitness в Москве. И мои подписчики из Москвы, пожалуйста, приходите в эти студии и занимайтесь в раздевалках всем, чем вам заблагорассудится. Прям вот не стесняйтесь выразить всё, что вы хотите выразить этому Василию Дьяконову, который, напомню, оговорил человека в том, что тот педофил. Человека с семьёй. Теперь мать-одиночка. У него судимость. Но зато у Василия Дьяконова пять новых точек в Москве. Ну а тут он у Стерлигова. То есть яблоко от яблони недалеко падает. В гостях у Стерлингова. У Стерлигова, идиот! Если ты вылизываешь жопу сумасшедшему, то вылизывай хотя бы правильно. Фитнес будущего. Так мило, что он поменял логотип после скандала. Правильно, конкурента устранил? Ой, это что, американский флаг? Ну ты что? Ну как так можно? Ты же за Стерлигова? Как можно? В общем, подобные люди я не знаю, как их назвать, которые, ну, понимая, что устранять конкурентов нужно. Сам обожаю сериал «Миллиарды». Но даже там самые гнусные злодеи не занимались подобным. У меня просто нет слов, слушайте, ребят. Просто нет слов. Он еще путешествует по миру. Гнида-то сраная. Гнида. 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 Ребята, пожалуйста, распространяйте этот материал. YouTube определенно на него 18 плюс кинет. Если найдете это интервью матери с девочкой, интервью следственному комитету, то обязательно перезаливайте и присылайте в паблик «Сатиры без позитива». На почту не нужно, потому что, я уверен, куча будет копий, поэтому на почту не нужно. Просто в паблик мы опубликуем, и потом легко отменить будет все. Спасибо за внимание, ребята. Не дай бог. Не дай бог подобная ситуация. Потому что откреститься от этого невозможно. Они не слушают показания свидетелей. Для них хватило этого интервью девочки с мамой как единственного доказательства, что дядя показывал Писю. У тебя на ролике этого не видно. Она просто сидит на этом долбаном диване и смотрит на него, чтобы потом можно было сказать, что они находились рядом. Трясет от этой истории. Трясет. Надеюсь, тоже прониклись. Спасибо за внимание. Удачи.